Добро пожаловать на WatchMojo, и сегодня мы обсудим топ-10 самых угарных закулисных фактов про отстойные фильмы. В этой подборке мы собрали все самые уморительные истории создания плохих фильмов. А какой самый худший фильм видели вы? Дайте знать в комментариях. Номер 10. Виноват интернет. Кирк Кэмерон спасает Рождество. Никто не сказал Кирку Кэмерону об основном правиле интернета. Никогда не пытайся сражаться с хейтерами. В этом фильме Кэмерон набожный христианин, который пытается поднять настроение своему Шурину и вернуть Христа в американское Рождество. После выхода фильм получил множество нареканий. И вместо того, чтобы смириться, актер на своей странице в Фейсбук попросил своих поклонников штурмовать Rotten Tomatoes, чтобы повысить рейтинг фильма. Это вызвало обратную реакцию и еще больше разозлило жителей интернета. Но Кэмерон возложил ответственность за плохие отзывы на ненавистников и атеистов. Излишне говорит, что в том году Рождество точно не спасли. Номер 9. Обманчивая реклама. Красавица и уродина. Этот фильм точно не стал следующим гражданином Кейном, что с названием вроде «Красавица и уродина» вполне ожидаемо. Фильм с Пэрис Хилтон в главной роли той самой красотки получил скудные 6% по шкале свежести на Rotten Tomatoes. Девушка ищет пару для своей подруги Нотти, и сюжет предсказуемо провалился. А на релизе в Великобритании фильму сделали довольно обманчивый постер. Там сказано, что это фильм номер один, а если присмотреться ближе, то мелкий шрифт дополняет очевидную похвалу словами «Входит в сотню худших фильмов по версии IMDb». Номер 8. Проблемы конверсии. Поле битвы Земля. Есть масса историй про этот фильм и его отстойность. Может потому, что фильм основан на книге Элрона Хаббарда, писателя-фантаста, создавшего саентологию. Главный актер Джон Траволта уже несколько десятилетий один из видных саентологов. И чудным образом при рекламе фильма актер решил раздавать поклонникам автографы на книгах основателя организации. Все заподозрили, что проект создали только для продвижения саентологии. Многие даже обвиняли фильм в подсознательных посланиях. Но кино оказалось настолько плохим, что принесло саентологии больше вреда, чем пользы. Номер 7. Фальшивый сиквел. Тролль 2. Катастрофически плохой фильм Тролль 2 первоначально назывался «Гоблины». Ведь в нем есть гоблины, а вот троллей нет. Тут есть очень интересная предыстория. В 1986 году на экраны вышел фильм ужасов «Тролль» и собрал негативные отзывы. А несколько лет спустя итальянский режиссер Клаудио Фрагассо решил снять фильм на английском, которым не владел. Сценарий был написан на ломаном языке, актеры были неопытными и продакшен трудно назвать высококлассным. Результат получился очень плохим. Чтобы поднять немного денег, решили поменять название и привлечь поклонников троллей. Хотя фильм не имеет ничего общего с картиной 1986 года. И это не сработало. Номер 6. Непрактичные спецэффекты. Малыши из мусорного бачка. В 1985 году компания ТОПС выпустила коллекционные карточки «Garbage Pail Kids» – пародию на популярные «Cabbage Patch Kids». Их успех заставил режиссера Рода Амата собрать фильм на основе наклеек и карточек. Неудивительно, что затея провалилась. Была масса проблем. Например, убогие спецэффекты самих деток. Их застывшие и безжизненные лица пугали. Уильям Батлер из команды по спецэффектам объяснил, что пошло не так. Они использовали акриловые краски, которые быстро застывали, и поэтому на головах кукол появились расколы и трещины. А актер Кевин Томпсон напомнил о строгом ограничении – одна голова на одного ребенка. Стиль и комфорт принесли в жертву во избежание задержек в производстве. Но какой ценой? О, Мэнди, точно не круто. Номер 5. Самоизоляция. Фантастическая четверка. Было много попыток разместить эту семейку Марвел на экранах. Фильм 2015 года «Фантастическая четверка» режиссировал Джош Транк. Типа того. Говорят, что он был довольно замкнутым на съемочной площадке и сидел в палатке возле своего монитора. Но это еще не все. По словам инсайдеров, когда Транк взаимодействовал с актерами, то проявил жесткий режиссерский стиль. Говорил актерам, когда моргать и дышать, что привело к безжизненным результатам. Может, стоит заняться писательством, если ты такой отшельник? Гарсей. Это фантастик. Номер 4. Дом, который построили челюсти. Челюсти. Возмездие. Многие актеры снимаются только ради большого гонорара. Обычно такое не разглашают, но Майклу Кейну было все равно. Он открыто признался, что не испытывал особого интереса к челюсти возмездия. Можно подумать, что он испытывает горечь, ведь график производства не позволил ему лично получить Оскар за Ханну и ее сестер. Но Кейн остался вполне доволен полученной суммой. Он был небольшим светочем в этом ужасном фильме, однако лучше все копии челюсти возмездия скормить настоящим акулам. Номер 3. Слишком много монтажа. Повелитель стихий. Он всегда в подборках худших фильмов. И наш ТОП не исключение. Его ненавидят по многим причинам, но сейчас поговорим о монтаже. В последний момент решили делать фильм в 3D, что и привело к упрощению некоторых кадров из сцен. Мало того, фильм решили основательно порезать. Так и получилась масса вырезанных кадров. А финальный сюжет критики сочли отстойным. Да и фанаты тоже были крайне разочарованы и призывали выпустить расширенную версию фильма. Режиссер M. Night Shyamalan защищал Повелителя стихий как мог, но общественное мнение осталось практически неизменным. Номер 2. Томми Вайса потратил целое состояние. Комната. Если вы отправляете сценарий в Paramount в надежде получить контракт, не стоит ждать моментального ответа. Но прошло всего лишь 24 часа, и фильм «Комната Томми Вайса» получил свое «нет». Но самый сок в том, что Вайса вложил в фильм 6 миллионов долларов. О, хай, Марк. Куда они делись, спросите вы? Он купил оборудование, которое мог бы взять на прокат, снимал сразу на два типа камер и использовал несколько дублеров. Кроме того, Грег Сестера в своей книге 2013 года вспоминает, каким нестандартным способом он получил роль Марка. Сперва выбрали другого актера, но Вайса захотел Грега. И вместо того, чтобы уволить первого Марка, они притворились, что Сестера снимался для кинопробы. Мы слышим этот нереальный хруст бабла. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Вырезанные анусы. Кошки. Это не особо свежая инфа, но давайте все же насладимся ее уморительностью. В 2020 году один писатель в Твиттере попросил написать откровенности о кошках и получил несколько интересных результатов. Больше всего зафорсилась история с вырезанными анусами. Один из спецов по визуальным эффектам по неясным причинам должен был удалить из фильма сотни кошачьих анусов. Кот может тыкать в лицо свои мохнатые булки. А хотели бы вы, чтобы это сделала дама вроде Джуди Дэндж? Из фильма вроде бы вырезали сцену, когда кот мочился в весьма недвусмысленной позе. А вот если бы Джуди, ну вы поняли. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!